Субтитры создавал DimaTorzok Из вагона выходит неприметная женщина небольшого роста. В ней трудно узнать звезду 90-х певицу Татьяну Буланову. Когда она красиво платье, с своими ножками очаровательными, выходит на сцену, мы знаем, что это Татьяна Буланова, но стоит ей уйти из-за пределы концертного зала, она лоточек, скромненько одета, и где Буланова, нет Булановы. Буланова существует только на сцене, на телевизионном экране. Больше ее не существует. Так вот всю жизнь, Москва-Питер, Москва-Питер, Москва-Питер. Семья меня не видит практически. Я страдаю, они скучают. Не сойдутся Москва с невой, нежной девочкой с севера. Анюшка Буланова для меня навсегда останется маленькой, классной, милой девчонкой. Пахмутова написала песню «Нежность», это вот Абуланова. Сегодня Татьяна старается проводить как можно больше времени с семьей. Свадьба певицы Татьяны Булановой и футболиста Владислава Радимова для поклонников и даже друзей Булановой стала полной неожиданностью. Уж очень они разные. Никто не верил, что их брак продержится больше года. Они поженились в 2005-м. Ну, вы знаете, наверное, в середине 90-х годов, когда звучала песня «Не плачь», можно людей очень мало пересчитать, кому она не нравилась. Да, действительно, это было необычно, это было красиво, и мне действительно понравилось. 20 лет назад Таню Буланову знала вся страна. «Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой» звучала из каждого динамика. Еще одна осталась ночь у нас с тобой Мы себе представляли, что на речи это о каком-то конкретном человеке, что у нее там в судьбе случилась какая-то беда, и она вот плачет по этому человеку. И каждый раз, когда она выходила, она настолько отдавалась этой песне, что у нее просто вот текла слеза, и равнодушных не было. Хотя я не закончила ни институт, ни музыколог. Мои университеты – это улица, сцена и вообще жизнь. На руку мне, а завтра я, одна останусь без тебя, но ты не планируешь. Сколько песен было, оставались там без мужей, с детьми на руках. И вот Танечка, спасибо тебе за песню, куда она не приезжала. То, о чем ты поешь, а если ты поешь с душой и отдаешься этому, ты как бы притягиваешь эту ситуацию. Мы вот сами себя сглаживаем своими текстами. Все так и случилось. Каждый хит Булановой становился своего рода пророчеством в ее судьбе. Но в 92-м она об этом не думала. Татьяна на пике популярности. На концертах нет свободных мест. Татьяна страшный человек, потому что она и своими песнями довела до слез всю страну. Я в зала видел, который утопал в слезах, в двух, в реакциях в своей жизни. Я тогда пела Зыкина «Издалека долго течет река Волга». И вот Танину вот эту песню вообще. Народ ходил всегда, перед концертом приходили разного рода товарищи, такие бритоголовые, интересовались, как будем делить деньги и всякие другие вещи. Понятное дело, что вот именно в этот момент, ну, действительно, был сужен пул артистов. Но кто был совершенно точно гастролирующим, кого я часто встречал на концертных площадках, это, конечно, Таня. Если вы найдете архивные кадры, когда показывали такой новогодний огонек, где Татьяна Буланова, по-моему, впервые тогда на Первом канале пела песню «Как бы не так, я пою и танцую». А в первом ряду, перед ней, в массовке, а так с открытым ртом, значит, танцевал я, 15-летний студент эстрадно-циркового училища. Билеты на концерты тогда стоили недорого, у людей не было денег, и организаторы делали ставку на количество. Артистам приходилось выступать по два-три раза в день. Для страны, находящейся в разрухе начала 90-х, приезд звезды был единственной отдушиной. Мы ездили по четыре в день, и по месяцу, то есть у нас концерт, гостиница, поезд, гостиница, концерт, поезд, гостиница, и так в течение месяца. И когда мы заходили просто уже в поезд, по радио где-то звучали мои песни, я говорю, выключите, пожалуйста. Невозможно было уже все так. Никогда не забуду, в Улан-Удэ мы работали, люди сели в шапках, и реально в шубах, я в телефонном платье. Я помню, я что-то пела-пела, пришла в гримерку, у меня руки вот так, автограф какой-то, что-то. Я говорю, я с удовольствием не могу просто. Вот как я микрофон держала, потому что... Гастрольная жизнь давно в прошлом. Таня наслаждается семейным счастьем. Сыновья, мама, любимый муж, вредный кот и новая квартира. Вообще, у нас на самом деле, вот здесь, может быть, не видно, но все это в состоянии переезда. Все в коробках, в мешках, мы так аккуратненько все это от камер спрятали. Вот, и, в общем, нам еще предстоит долгий-долгий такой процесс. Тут спальня. Вот, на самом деле, первый журналист, который сюда пронитый. О! Это, наверное, Никита пришел. Как только семейство Булановой перебралось на новую квартиру, Татьяне поступило предложение участвовать в телевизионном шоу «Точь в точь». И она с легкостью променяла спокойную жизнь на репетиции, многочасовой грим и круглосуточные съемки. Задача артиста на шоу – полностью перевоплотиться в другого персонажа. Так, чтобы члены жюри не узнали, кто перед ними. Булановой будет явно непросто. Ведь ее манера пения – одна из самых узнаваемых. Ясный мой свет, ты напиши мне, Слезою дождя на мокром окне. Когда в нашей семье все было не очень складно, ее песни, как ни странно, очень хорошо описывали и попадали в эту ситуацию. Вот эта харизма, это обаяние. У нее это обаяние положительное. Это невероятная смелость, на которую я бы уже не решился. Потому что все равно, как бы они ни готовились, это все равно импровизация. Поэтому они как бы лабораторную домашнюю заготовку или там закулисную заготовку выносят сразу на широкие суд зрителей. Не только те, кто сидит здесь в студии, а на многомиллионную аудиторию телевизионную. Спустя три часа грима образ певицы Натали готов. Осталось последнее занятие по вокалу, и можно на сцену. Ты ворвался в жизнь мою нежданную. Изменил мою реальность. Нет. Мою реальность. Вот у мучка. Нет там грусти? Грусти у нее нет. Она наоборот, хочет от него сына, да? Хочет от него дочку. А я понимаю, хочет, а он не хочет. Почему не хочет? Он хочет тоже. У нее все хорошо в этой песне. Она хочет, и он хочет. Боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. Я хочу от тебя дочку. И точка. И точка. Боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. Таню Буланову сделали такое количество пародий, что можно ей одной посвятить три выпуска программы «Точь в точь». Чтобы все артисты показывали разные ее песни в разных образах. Но все будут примитивны, все будут плакать. Это не плач. Я помню, что в юности это было что-то чудесное, сердобольное. В общем, наша девчоночья душа очень правильно страдала Таниным голосом. На сцене Татьяна Буланова. Я говорить не могу, потому что плачу вместе со всей страной. С Таней очень трудно петь дуэтами. У нее абсолютно какой-то несоединяемый ни с кем голос. Такой уж очень индивидуальный. Аллен. Спой, а? Мы с ней вдвоем пели в старых песнях о главных «Ромашки спрятались». Песня была готова, фонограмма была записана. Такое ощущение, что там пела одна Буланова. Мне сначала это так немножко поразило. Думаю, а где мой-то голос? Они говорят, вот есть, вводит дорожку. Говорит, вот же вы. Настолько у нее тут тембр ее такой со стекляшечкой. Он так перебивает все остальное. Буланова всегда не просто пела на сцене. Она проживала каждую песню эмоционально, искренне. Именно за это ее полюбил зритель в 90-е. Когда я пела колыбельную, я настолько скучала по своему ребенку старшему, который тогда был маленький еще. И я плакала не потому, что меня там кто-то бросил, или там я одна воспитываю ребенка, а вот именно от того, что я, ну, даже не то, что переживала, а страдала от того, что я вижу так редко своего сына. Саша, сын от первого брака с продюсером Николаем Таглиным, родился в 1993 году. Как раз тогда появилась новая песня Булановой «Колыбельная». Татьяна пела «Папа есть не у всех». Папа, конечно, у Саши был, но видел он его очень редко, как и маму. Родители все время были на гастролях. Когда мама приезжала с гастролей, это праздник был, там и подарки, и все было, то есть всегда был рад, когда мама приезжала. Поначалу ничто не предвещало романа Татьяны Булановой и Николая Тагрина. У них были служебные отношения. Она певица, он ее продюсер. Потом уже действительно в любви признался, и уже такие вот чувства начались, я точно могу сказать. И где-то год мы так встречались-встречались, а потом поженились. Ах, как хочется быть, 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 быть счастьем чьей-то мечты. Ах, как хочется жить, 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 и за это получать цветы. Во многих коллективах начинались какие-то отношения внутри коллектива. Но если люди находятся месяцами в поездке, это нормально. Есть какие-то, в конце концов, физиологические потребности, если уж на то пошло. Естественно, крутили какие-то романы, между собойчики и так далее. Вместе и на гастролях, и дома. Друзья и знакомые были уверены, что Николай и Татьяна – самая обычная счастливая семья. Но все было совсем непросто. Сегодня Татьяна откровенно рассказывает о первом браке в ток-шоу Юлии Меньшовой. В одном из интервью вы говорите, что когда-то сказали, что своего первого сына выражали для себя. Да. А что он был против, ваш муж? Мне кажется, Коля ревностно относился к этому процессу, что появится ребенок, еще когда он узнал, что мальчик, мне так кажется. Хотя какое-то время он очень его любил. Потом, когда мы разошлись, там уже немножко усложнились отношения. И действительно, я понимала, что я рожаю для себя, я хочу ребенка, я очень хочу. Нет, ну были, конечно, недовольства в браке с Николаем, отношения к ней, она хотела более заботы, внимания. И какие-то моменты в творчестве. Например, она вынуждена была максимально до последних сроков работать на концертах беременности, я имею в виду, на максимальных сроках. То есть она там чуть ли не рожала там в поезде. Я помню, так вот где-то у нас, я родила в марте, и первые выступления, вот такие вот, ну уже работа началась только в июне. И мы вот этот период просто жили впроголодь, потому что очень, почему-то в те времена дорого стоили памперсы и детское питание. Нам помогали родители наши, потому что те деньги, которые мы заработали до этого, отложенные тоже пошли и на роды, и на все остальное. И уже с сентября, уже вот так, уже мы там чесали, или как раньше называли, там по месяцу, на Дальний Восток, на Север, там еще куда-то. Они вместе объездили всю страну. И даже в кино снились вместе. В бандитском Петербурге. Татьяна на сцене, а продюсер рядом за столиком. Песни как будто готовили Буланову к расставаниям в реальной жизни. У Татьяны и Николая даже не было общего дома. После гастролей они разъезжались по своим квартирам. У нас с Колей отношения специфические были. Мы совершенно были независимы друг от друга финансово. И на самом деле это может быть даже и неплохо. Но с другой стороны теряется такая какая-то связь. И несмотря на то, что все-таки мы как бы таким одним целым были, но вот в каких-то вопросах таких финансовых совершенно я была сама по себе. Он сам по себе. Я у него могла взять долг, он меня потом вычитывал. Забирал, и это было нормально абсолютно. Но зато когда мы разводились, нам нечего было греть. В семейной жизни, вот лично мне, что показалось, не хватало им. Больше забудут и о Тане. Через 13 лет совместной жизни с Николаем Тагриным они развелись. Буланова не раз повторяла в своих интервью, что именно песни помогли ей принять это непростое решение. Сейчас Татьяну и Николая связывают только работа. Ведь именно Тагрин когда-то предложил ей выйти на сцену. Они встретились здесь. Я выбежала из служебного здания мюзик-хола после занятий и шел как раз трамвай. И я думала, что это мой 12-й. Побежала бегом, 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 подвигая ближе, поняла, что не мой трамвай. И где-то вот здесь остановилась. И вдруг ко мне подошел молодой человек и говорит, «Здравствуйте, вы не хотите записать песню?» Я говорю, не знаю. Короче говоря, это был Николай Тагрин, который организовывал группу «Летний сад». Татьяна училась на вокальном отделении Ленинградского мюзик-хола. А Николай как раз искал солистку для своей группы. Правда, у Булановой была совсем не звездная внешность. Зато необычный, надрывный голос. И Тагрин решил рискнуть. Холодно. Всю жизнь мечтала вот так вот за кулисами. Это для меня было таинство всегда. И сейчас вот, наверное, там сцена, театр, декорации. Тут все скрыто от глаз людей, которые сидят в зале. Это все, конечно. Для меня это не знаю, какое священное что-то в этом есть. Но вот это трепетное отношение, когда ты находишься на сцене. Кстати, вот именно на этой сцене. Первый раз я оказалась именно на сцене. У нас было занятие по сценическому движению. И я помню, я вошла, было темно. Я захожу, и как-то... Мне казалось, что я в зал смотрю, прям, как-то какое-то вот просто священство, какое-то священство, не знаю, таинство. Потом, когда хочу свет, и оказывается, я спиной встала к залу, а смотрела вот на этот задник. Настает самый ответственный момент. Первое выступление в проекте «Точь в точь». Буланова выходит на сцену. О, Боже, какой мужчина! Ее сразу узнает. Я хочу от тебя, сына! И я хочу от тебя точку! И точка! И точка! О, Боже, что... Татьяна Буланова, так же, как и многие другие известные, популярные, главное, любимые зрителями артисты соглашаются участвовать в подобных шоу, которые, в общем, являются самым настоящим стрессом для артиста, потому что тебя оценивают не только зрители, но еще и члены жюри. Более того, они тебе выставляют оценки, более того, они могут тебе сделать какие-то еще и замечания, которые не всегда, ну, скажем так, иногда совсем неприятно слушать. Я искренне очень люблю тебя. И я хочу очень от тебя потрясений, понимаешь? Я хочу, чтобы ты удивила. Я жду потрясений. Но моя оценка будет 3. Как 3? Мне кажется, он не в настроении. Я оценку ставлю твердую четверку. Твердая четверка, спасибо. Я хотела бы поставить 4. 4. Да. Сегодня 5. 5! Спасибо. Я не очень люблю песню «О боже, какой мужчина». Только без обид. Пожалуйста. Таня Буланова я поставила 3. Таня проиграла первый раунд конкурса и не скрывает своего огорчения. Не снимайте, не снимайте. Отсюда туда. Вы представляете, как я на этой съемке со мной что-то переклинило. Причем я понимаю, что у меня не то, что там в волне, у меня страх какой-то. Причем я просто думаю, что что такое-то. Я уже готова была, потому что я не знаю, что она зря расстраивается, потому что мы много говорили уже на первой программе о том, что наша доброта или наше приветствие всех участников, оно должно быть адекватно. Мы все-таки, если мы будем все время ставить только пятерки для того, чтобы поддержать их, это будет неправильно с точки зрения их стремления победить кого-то. Все-таки это соревнования, все-таки это оценки. Но кто знает, может, этот проигрыш станет поворотным. Как много лет назад, когда первый провальный концерт Булановой помог ей собрать волю в кулак, найти свой стиль и стать звездой. Свой первый концерт группа «Летний сад» с солисткой Татьяной Булановой дала на сцене Ленинградского спортивного комплекса. Они выступали на разогреве у популярного тогда коллектива «Кармен». Парали там, ну, кошмар какой-то. «Да пошли вы, давай, давай, Кармен». Я думаю, как же так, я вышла. Во-первых, тоже какие-то там были деньги. Я должна была отработать все от начала до конца. И когда была песня «Не плачь», она была пятая, думаю, ну, сейчас, ну, вот эта же красивая песня, вот сейчас, вот, наконец, вот, ну, замрут хотя бы послушать. Ну, нет, ничего подобного. На всю жизнь запомнила какие-то два парня, там, когда «О-о-о-о-о-о-о» или «А-а-а-а» друг на друга. Я расплакалась там же вообще. Не от чувств, наверное, а просто от обиды. Слезы на сцене никто не планировал. Но они пришлись очень кстати. Тагрин решил сделать ставку на образ плачущей женщины. И, помню, пришли домой, к Коле тогда сели, так, что делать. Целый год работали, и это никому не нужно. Слава Богу, был второй день, который мы должны были также отработать. Там же я уже не боялась так, не переслась. И встретили хорошо, нормально. То есть все так вот. Нужно было, видимо, это пережить. С песней «Не плачь» Буланова стала обладателем Гран-при в популярном конкурсе «Шлягер». За год до нее такой же приз получил Филипп Киркоров. Хит попал в ротации радиостанций. И на Буланову обрушилась слава. Женщины плакали на концертах вместе с ней. Приходили, да, на лестницах. У нас два входа. На лестнице спали. Даже я слышу, как люди говорят, девочки, вы же замерзнете. Сидят, вот, с городов приезжали. С Иванова много девочек приезжало. Альбомы делали. Они плакали. Какие-то подарки бесконечные. Как говорят, я уже даже устала. Это наш двор. Ой, тут деревья, кстати, все срубили. Тут деревья были большие. Обалдеть. У меня не было цветочком каким-то. Я ей, в общем, где-то в 14-13 лет таким уже сорванцом. Может быть, мне просто хотелось вырваться из опеки. Поэтому познакомилась там с такой... Ну, вот я уже говорила, что не очень благополучная компания. Мне это нравилось. Так что я такая вся музыкальная школа. Там родители интеллигенты. Я говорю, что он может там, я не знаю, где-то там, вроде как, покурить что-то. Но это, конечно, мы баловались. Это все было там очень недолго. Но потом как-то где-то лет 16 мне голова встала на место. Я подумала, что я не хочу быть как все. Господи, а что тут... Вот раньше мне нужно было пройти. А вот школа. Ее детство прошло вот в этом петербургском, тогда ленинградском дворе. Вот это вот моя парадная, где меня после роддома сюда принесли. И вот на пятом этаже, второй сверху окна с балконом. Три окна. Это мои. Здесь на балконе я гуляла. Помню, с братом стоим на балконе, и здесь кошка идет какая-то облезлая. Я помню, почему я маленькая была. Говорю, как ты думаешь, а кошка переживает, что она облезла? Она говорит, почему? Ну, все никто уже дружить нам не хочет. Я помню, у нас наверху жили мама с дочкой. И она все время играла на пианино или рояль там у него, что-то не знаю. И она все время сбивалась и начала заново. И я ее за это ненавидела. Потому что не мой рояль в пианино, вернее, в школе надоедала. Еще я сверху не могу слушать. Мама ей очень многое дала в жизни. Потому что те же первые аккорды, первые какие-то на гитаре. То есть это всему мама ее научила. И это потрясающий человек у нее мама. Она помогает ей в жизни до сих пор. То есть она уже в возрасте, но все равно весь дом на Тане и маме держится. Правда или слух, что когда вы только-только начинали, все равно у вас был, ну как сказать, каждый раз легкий страх сцены. И что вам мама наливала водку в баночку из-под... Правда. Ну вот столько буквально водки там на два глотка. Я скорее, мне кажется, это как и пластеба какой-то была. Потому что я думаю, глоток водки, он на самом деле не пьянил и там не давал какой-то такой... Просто скорее вот такое было самоуспокоение. Но потом, через какое-то время, я так подумала, что я артистка или нет, что же я так и буду, что ли перед каждым... С водочкой. С водочкой, да. Я думаю, нет, я откажусь. В 16 лет Таню больше привлекала не музыка, а сцена. Несмотря на отговоры родителей, она пошла сдавать экзамены в театральный. Но не прошла даже первый тур. У меня был грандиозный план. Я на самом деле была зажатая. Я думаю, я поступлю сейчас в институт культуры на второй факультет, который с театральным каким-то уклоном. Там меня раскрепостят. И потом после этого я автоматом поступаю в театральный, все. Ну, срезалась я на первом экзамене в институт культуры на этот факультет. И не поступила, это уже была трагедия ужасная. А через год поступила на библиотечный. Военно-морское училище имени Кузнецова. Здесь будущая звезда Таня Буланова работала библиотекой. Вот это то место, где я, будучи 17-летней девочкой, куда, вернее, попала впервые. Это моя первая работа. Красиво, торжественно. Какие здесь люди красивые, морские офицеры. Здесь учился мой папа. Потом он впоследствии преподавал здесь. И потом через какое-то время он уже работал за начальником второго факультета вооружения. В этой академии учился и закончил и мой брат родной Валентин. Можно зайти, да? Проходите сюда, да. Обалдеть. Ваше родное место. Пожалуйста. Я поставил. Вообще все то же самое. Смотрите, а лжи. Сирия. Литература. Вот здесь вот как раз вот мой, как этот хвостый отдел. От волнения забыла. Художная литература, да. Это я этим завидовала. Правда, библиотекарей Стани не вышла. В любую свободную минуту она брала в руки гитару и убегала в актовый зал Академии. Ее фотографии с выступлениями на разных праздниках до сих пор висят в местном музее. Наверное, когда я сюда пришла, когда мне было 17 лет, никто не ожидал, что там через 30 с лишним лет вот так вот я уже вернусь в несколько другой апостаси и буду снимать вот эти стены, меня в этих стенах. На ковре желтых листьев в платьице простом, из-под дариного ветра крепдышина. Если честно, у меня даже до слез немножко, потому что, когда я говорю какие-то слова, то здесь уже все равно по-другому. Просто столько прожито, во-первых, пережито. И даже, может быть, мной не так много, я три года всего поработала. Но папа здесь проработал всю жизнь, то есть практически до своей ухода из жизни. Отец был самым важным человеком в жизни Тани. 1998 год. Буланова была на гастролях в Германии, когда ей позвонили из дома. Ей, как раз, ей надо было с сыном выходить. Как она пережила, у нее большая сила воли. У отца рак. Четвертая стадия. Надежды нет. Бросить все и уехать она не могла. Не позволял контракт. Татьяна молилась об одном. Лишь бы успеть вернуться домой. У нас папа был добытчиком. Он таким настоящим был мужчиной. Причем, который человек, он там сам останется голодным, но чтобы были накормлены дети. Он там, последний кусок или что-то, он только для детей. Не дай бог, там что-то вот, то есть наезд там и забыть. Нет, только вот все. Только чтобы дети, дети, жена. Она успела. Отец дождался любимую дочку. Он умер через несколько часов после ее приезда. Ну вот я считаю, что вот конкретно в феврале 98-го года мое детство закончилось. Несмотря на то, что мне было там 29 лет, я как-то так, то есть легло все на мои плечи. За это можно все отдать. И до того я в это верю. Что трудно мне тебя не ждать. Весь день, не отходя от двери. За это можно все отдать. Очень многие, приходя в эту как бы профессию совершенно случайно, ну вот им хочется окунуться вот в этот весь мир красок и огней, они потом вдруг куда-то раз и исчезают. И мы говорим, слушайте, вроде был неплохой артист, куда он делся, никто не знает. Потому что человек понимает, что он на пылямку потянуть не может. И он выбирает профессию. Или того же мужа, который спонсировал его некоторое время там на сцене. Остаются те, кто действительно по природе своей был предназначен этой профессией просто-напросто. Тот, кто как раз выбрал профессию, а не семью. Это касается первой очереди Татьяны. Остаемся в категории хиты 90-х. Таня. Да. Хиты 90-х, нота номер два. Слушаем музыку. Э, Таня! Мир оплатить, что ли? Сделать хоть раз что-нибудь не так. Защита нам! Есть! Я вообще очень люблю Танечку как певицу. У нее совершенно действительно особый стиль, у нее особый тембр голоса. И она как-то вообще особняком стоит на российской эстраде. Подготовка к съемкам второго этапа шоу «Точь в точь». Татьяне делают пластический грим. Я могу сказать, что, по крайней мере, петь очень приятно, потому что, ну, действительно, песня мне очень нравится. И такая она красивая, и, в общем, есть где попеть. Потому что, кажется, образ я пока, честно говоря, не понимаю. У меня приклеен нос, приклеен подбородок. Ничего-ничего. И мне кажется, у меня нос отваливается. Я боюсь улыбаться. Но это не самое сложное. Сейчас для Булановой главное – выйти и доказать, что она достойна находиться на этой сцене. Понимаете, какая штука? Есть еще срок службы и срок жизни на эстраде. Есть вот этот вот уровень стабильности. У солистов такая идет борьба. Идет борьба за зрителей, за площадку, за внимание, за популярность, за рейтинг, как сегодня принято говорить. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Сейчас вообще какая-то другая немножко, какая-то эпоха пошла. И я вот раньше, например, не помню, чтобы, допустим, там, в 90-е годы, по вашему счету, вот такого там понятия, как там, светская львица, или там, какой-то просто человек известный, но потому что он светская львица. Ее значение гораздо более серьезное, чем значение тех популярных однодневок, которые сегодня пришли, завтра ушли. Они отбирают деньги от зрителей, а она дает зрителям хорошее настроение, она просветляет душу человеческую. Сейчас можно быть совершенно успешным и даже на этом как-то умудряться зарабатывать деньги человеком, просто потому что ты появляешься там, 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 где-то скандальная хроника, где-то еще что-то. А тогда этого не было. Тогда ты мог зарабатывать только тем, что ты вот что-то достиг, и там, песню интересную написал, здорово все. Нет, ну вот сидишь. А сейчас я могу не писать песни, а просто там, не знаю, развестись громко, и нормально, у меня будет полный зал, как бы на концерт. Как это я даже не знаю, как это назвать. Почему так? Ее не испортила вот эта карьера, и вот эти нюансы зарождающегося, кстати, в 90-е годы шоу-бизнеса, вот не наложили отпечаток. То есть она осталась тем человеком из народа, вот, с тем огромным чувством, с той эмоциональностью и с женственностью, вот, и все это дело, так сказать, не променяло на какие-то тайные законы и доктрины шоу-бизнеса. За меня этим рецептом пользуются журналисты, которые придумывают и как-то муссируют все эти слухи с разводами, там, ну, Роману, слава богу, мне, как бы, не в чем меня уличить, но с этими разводами, конечно, меня тут за предыдущий год, по-моему, слово скажу, достали. Я не знаю вообще, откуда это пошло. А как вы узнали, что вы повесились? А узнала я... Это было на даче с приятелем моей подруги. Ему говорят, представляешь, у нас в Ворске ходят такие слухи. Вот, значит, кто-то заповесился, говорю, да ладно. Я думаю, ну, Ворске, ну, мало ли, кто-то придумал. Следующее продолжение. Приезжаю домой в Питер. На автоответчике голос такой просто дрожащий, композитор Олега Молчанова. А у него мама в Америке живет. Он говорит, Таня... Ну, там, кстати, да, там... Таня, Коля, у вас все в порядке? Я говорю, что такое? А мне мама звонила из Америки, сказала, ты повесился? Господи, я нормально, что-то... Следующая волна была. Вроде нет, подымла Таня. Вроде пока не собиралась. То есть я настолько уже к тому времени привыкла к слухам, что любой очередной слух, ну, появление такое, я воспринимаю это как, наверное, какая-то параллельная часть моей жизни или сопровождающая моей жизни творческой, не знаю. А может, вообще просто мне предначертяно, что вокруг меня слухи такие. Не знаю почему. Может, я просто не всегда что-то не договариваю, но я никогда не буду договаривать до конца. Ну, нельзя все говорить. Да? Да. Почему? Ну, не надо. Красивая и одинокая. Такой Буланову видели ее поклонники. Ей постоянно пытались найти пару, приписывали десятки романов. После съемок в фильме «Любовь еще быть может», где Таня сыграла возлюбленную главного героя, появились слухи о том, что Буланова встречается с актером Олегом Алмазовым. Мы с ней, по-моему, один раз поцеловались. А у нас там любовь, типа, любовь, любовь. Мы с Таней один раз поцеловались. И то могу вам сказать, что, как это было в детстве, ну, типа, не по-взрослому. Ну, потому что камера в нужное время ушла. Вот. Я закрыл ее своей. Вот. И все. Но вот из этого поцелуя выросло, что она прямо любовненькая, из-за меня она разводится со своим мужем. Эту песню молодой исполнитель Александр Попов посвятил Татьяне Булановой. Она была тронута и согласилась записать дуэт. В газетах сразу заговорили об их романе. Вчера ночью, ну, вечером поздно, пришла мне соседка, принесла очередную там желтую газетелку, где написано. Татьяна Буланова объявила своему бывшему войну. Не важно, что она, говорят, вся жизнь как вновь. Вплоть до того, что она мне там сидит там на телефонах, срывает концерт. Ну, бред полный. Вот. Ну, а народ-то верит. На самом деле Таня много лет была верной женой своему первому мужу. До тех пор, пока не встретилась с футболистом Владиславом Радимовым. Была такая рубрика газеты «Наш Зенит», которая знакомилась с звезд эстрады, театра, кино с футболистами «Зенита». То есть, по идее, как раз именно звезды должны были брать в футболисты «Зенита» интервью. Мне так получилось, что интервью у меня брала Таня. Вот так мы познакомились. Своего второго мужа Буланова словно напророчила в своих песнях. «Прошу я, напиши весточку мне, хоть строчечку ты напиши». Спела она в одной из них. Именно с смс-ки от Владислава начался роман. Вы сами от себя ожидали того, что вообще, даже не то, что конкретно к этому мужчине возникнут такие чувства, а что вы способны на такие чувства, что вы способны уйти от своего первого супруга и начать новую жизнь? Нет, абсолютно. Более того, я была уверена, что я могу быть счастлива только с тем человеком, с которым я познакомилась, еще не будучи известной артисткой. Потому что даже Влад, он все равно меня как артистка узнал. А Коля непосредственно, он уже со мной познакомился, когда меня еще никто ничего не знал, он просто со мной познакомился как, ну, с девушкой. Таня, вы сейчас так говорите, как будто бы есть даже некоторые сожаления у вас по поводу того, что вы... Ну, нет, не сожаления, нет. А что? Просто консультация, факт. Ну, так и что было с вами, когда вы обнаружили в себе такую лавину чувств? Ну, если честно, вообще, это, с одной стороны, очень, конечно, здорово и невероятно. И дай бог каждому испытать такие чувства. Ну, это правда невероятно. А с другой стороны, на тот момент, вот я почему-то слышу слов «рыши»? Я вообще не могла ни о чем думать. Я в студии записывала песни, я как будто это была не я вообще. Ну, прям, вы так скажете, прям сразу я понял, что она станет моей женой. Нет, конечно, мне понравился человек, мне понравилось, как мы с ней общались. Как мы проговорили два с половиной часа, и практически не было перерыва. Это пролетело очень быстро. То есть мне было интересно сказать, что прям я влюбился сразу. Конечно, так нельзя. Смотрите, это Татьяна Буланова. Вообще-то, это родимый футболист. Ну, и его жена. Она что, тоже знаменитая? Очень понравился. Как аккуратненький такой, ну, приятный парень. Очень вежливый такой. Мне понравился очень. Ну, он вообще очень заботливый. Все абсолютно он крупным делает. У нас не было воды на даче с первым мужем. У него дача шикарная у первого мужа. Он все приходил, а у нас вода горячая. А когда у вас будет вода горячая? Ну, когда Влад появился, у нас и вода горячая стала сразу. Он там бассейн построил. Так что могу гордиться вторым зятем. Я уже не прятала своих счастливых глаз. Украдкой мама плакала от радости за нас. Я помню, Коля написала, что давай поройте отдельно. Мне кажется, что это что-то не то. И мне было тяжело от того, что человеку делаю больно. Коле тоже было очень тяжело. Ну, опять же, может быть, это ошибочная такая вот с точки зрения. Но мне кажется, что лучше отрубить сразу, чем по частям, по частям, в надежде, что сама отвалится. И платье решилось белое, когда цвели сады. Такова жизнь. Никуда, к сожалению, от этого не денешься. Я только радуюсь одному, что они по сей день поддерживают замечательные отношения. Но по-другому быть не может. Потому что если у вас общий ребенок, то самое правильное – это быть просто нормальными, вменяемыми людьми. По секрету всему свету, где случилось то и это, пусть узнают всех до одного. Ну, с отцом нормальные были отношения. А сейчас, последние, наверное, сколько лет, пять не общаемся. Это, оказывается, тесно. То есть, если по маминой работе Илья как-то участвует в маминой работе, встречаемся, ну, здороваемся там, общаемся и все. Ну, и расходимся как-то так. Старший сын Александр – главный по кухне. Мечтает стать поваром и открыть свой ресторан. А младший Никита хочет быть футболистом, как папа. Ходим, это футбол, это фигурная какая-то. Здесь прыгать, крутиться вокруг себя не надо. Должен не сюда смотреть, а вот туда, на поле. За каждый мяч биться здесь, как другие бьются. Понятно тебе? Дети у меня разные. Ну, вот по-своему они очень хорошие. Саша опять же такой, он весь такой спокойный. А Никита бры-бры-бры-бры, вот вокруг, 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 почему он норовит, вот именно вокруг, 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 чтобы там попасть в поле зрения, поле зрения, поле зрения. Саша, не бегай около меня. Не бегай, не бегай. А давай я, не бегаю, у вас все, что Саша уберет и душит. А-а-а, ты мячик не убил. И у нас вот такой каждый день проходит. Я похожа на папу, его губами, и особенно его характером. Маму и папу очень люблю. Взрывной Радимов и спокойная Буланова. Многим они кажутся странной парой. В прессе то и дело пишут, что они разводятся. А Владислав и Татьяна только улыбаются и пожимают плечами. Ну, в каждой семье бывают свои какие-то прелести, свои какие-то хорошие моменты, плохие. Конечно, Таня идеальная тоже нельзя, у нее сложный характер. Но поскольку мы столько времени вместе живем, и нас постоянно то разводят, то сводят, то нам приписывают кого-то еще, еще что-то. И мы все время вместе. И уже я, например, перестал реагировать, даже когда мне задают вопросы. И устал от этого уже. Оказывается, что не верблюд не хочется, а комментировать какую-то гнусную ложь тоже не хочется. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Мы живем в своей жизни, у нас есть своя семья, и она существует между нами. А что все остальное меня не интересует. А вы знаете, я что-то об этом часто думала. Мне показалось, что по каким-то вкусам и, опять же, интересам, у нас вообще ничего общего нет. Но сейчас так прихожу к выводу, то, что мы вместе уже 9 лет почти. Может быть, именно как раз наше внутреннее состояние, оно одинаковое. Таня стала во втором браке более живой, более какой-то, знаете, раскованный, мне кажется. И даже больше женщин в себе почувствовала. Вот мне так кажется. Сегодня слезы уже не в моде. Но и Татьяна уже другая. Она поет новые песни, в которых меньше слез и больше мудрости. Когда разбили мосты, осень струны оборвала. Я подниму вокал за все хорошее. Я не могу больше жить без тебя и белоснежным корабликом. Я не пив в облаках, как найти тебя саму. И где ты? Я такой просто достаточно суверенный человек, и поэтому никогда не скажу, что я счастлива полностью. Потому что, мне кажется, как только я скажу, то сразу что-то у меня сразу попадет. Но, наверное, я, как бы, так скажем, не радостна от того, что у меня есть, не знаю, дом, крыша на голову. У меня есть кровать, на которой я могу поспать. У меня есть ванна, в которой я могу полежать со свечами и получить удовольствие от этого. У меня есть чувство юмора, которое не позволяет мне опускаться до какого-то нытья, там, не знаю, с вами бичевания или там обиды за того, что я не признана или еще что-то. У меня есть подруги мои замечательные, которых я люблю. У меня есть мои дети, моя семья. Это здорово, это радость огромная. Мой любимый младший сын. У меня есть любимый старший сын, а это мой любимый младший сын. Вы знаете, что-то я последнее время смотрю на маленьких детей, таких вот где-то два годика, три годика, и не могу у меня просто сердце разрывать, потому что хочу вот еще такого же. Но я думаю, что, наверное, вряд ли все-таки двоих для меня достаточно. Хотя, опять же, я не знаю, я не думала, что я рожу когда-нибудь, например, Никиту. Ну вот получилось же. Хотя время, конечно, уже, не знаю, хотя бы в 50 лет рожаю. Не знаю. Сегодня в творческой жизни Булановой наступил новый этап. Она все чаще выходит на сцену и экспериментирует, меняя репертуар. Второй тур-шоу точь-в-точь. Сегодня жюри будет сложно узнать Буланову. И сама певица чувствует себя гораздо увереннее, чем в неудачном первом туре. Бородяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бородяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Но это как пять с минусом, понимаете? Но пять все-таки. Да! Пять! Спасибо! Мне кажется, что сегодня это было очень хорошо исполнено. Пять! Спасибо огромное! Это очень похоже, очень точно. Пять баллов! Пять! Таня, на мой взгляд, сделала сегодня совершенно замечательную работу. Браво! Пять! Это безумная работа. Я сама знаю, что это такое. Это страшная вещь. И я думаю, что эти творческие импульсы, которые Татьяна получит на этом проекте, они будут очень полезны для выработки и своего совершенно особого репертуара, потому что она может себе этот особый репертуар позволить. Танечка Буланова. Браво! Пятерка! Она не из тех, кто сдается. Неудачи только закаляют ее. Она не поступила в театральный, но все равно вышла на сцену. Она провалила первый концерт, но стала звездой. Она каждую неделю выходит на сцену шоу точь-в-точь и завтра предстанет в новом, неожиданном образе. И кто знает, может быть, участие в шоу станет поворотным в ее карьере. И скоро мы все услышим новую Татьяну Буланову. Блин, вот так хочется бросить все. Не всегда мне это все надо. Вписываюсь непонятно. У меня там дети, двое детей, которые меня не видят вообще. Ну, может, и меня и так не видят, в принципе, потому что он на своих горах. Мама. Ну, честное слово, иногда хочется просто бросить все и уйти на какую-то нормальную человеческую работу. С другой стороны, я по-другому не могу взять срочно. В конце концов, мне нравится. Нравится, что мне приходится между городами болтаться, как минимум, между двумя. Нравится вот так вот ходить по коридорам телевизионных центров или киностудий. Вообще, мне все нравится. не могу длиться долго. Если есть возможность, хоть маломальская какая-то, хоть на 6 часов, но я взорвусь домой, и вот сегодня, собственно говоря, как раз тот случай, когда у меня будет в Питере 10 часов, за который я смогу пообщаться со своими сыновьями, с мамой, просто попитаться от стен родных. И вечером опять на поезд в Москву. Пистолеты КОНЕЦ